Видение Аллаха – наилучшее вознаграждение жителям рая. Кто-то может сказать, как можно видеть и представить Аллаха в раю, если мы на этом свете не можем видеть его? Если у него нет образа и подобия, нет тела? На этом свете мы не можем видеть, кроме как через духовное зрение, то есть можем видеть через его сифаты. А в раю Аллах удостоил своих лучших рабов высшей наградой – видеть себя. В раю у Аллаха другие законы. Об этих законах знает только сам Всевышний Аллах. Мы знаем только то, что Он нам дал знать из Его книги, Коран – послания ко всему человечеству. Среди людей есть верующий и неверующий. Неверующим приготовлены муки ада, а верующим – счастливая жизнь и райские наслаждения. Аллах обещал богобоязненным верующим особые наслаждения. Их ждет то, что ни один глаз не видел, и ни одно ухо не слышало, и ни одно сердце не представляло. В Коране много аятов о том, какие благодействия уготованы в раю для верующих. Вот некоторые из них. В Суре Аль-Инсан, аят пятый, сказано. Это означает, что богобоязненные верующие будут пить в раю из бокалов, наполненных ароматными напитками. Так же сказано в Суре Аль-Инсан, аяты двенадцатый, тринадцатый. Это означает, что вознаграждение за терпение, послушание и покорность в этой жизни будет вхождение в рай, обитатели которого будут одеты в шелка и будут отдыхать на прекрасных ложах, и не будет у них ни сильной жары, ни холода. А в Суре Аль-Инсан, аят девятнадцатый, сказано. Это означает, обходят их красивые и балокожие юные слуги. Они будто рассыпанный блестящий жемчуг вокруг тебя, потому что они прекрасны, и от них исходит чистое сияние. Наилучшее вознаграждение, которое человек получит в раю, это видение Аллаха Всевышнего. Без образа, без места, без направления, в отличие от видения кого-либо из созданных. При этом не будет расстояния между ним и глазами верующих. Доказательство этому есть в Коране. Сура Аль-Ияма, аят двадцать два, двадцать три. Это означает, лица верующих в тот день будут сияющие, видя Аллаха. Нет преграды, чтобы видеть Аллаха. Имам Шафии Мухаммад Ибн Идрис, да будет ему милость Аллаха, привел в доказательство видений верующим Аллаха в раю. Аят пятнадцатый из Суры Аль-Муттавфифун. Это значит, в тот день неверующие не получат никакого наслаждения, в том числе и наивысшего вознаграждения – видения Аллаха. Из слов, что неверующие не будут видеть Аллаха, следует, что верующие будут его видеть без места, без образа, без направления. Но в этой временной жизни Аллах не дал нам этого. Имам Муслим, да будет ему милость Аллаха, передал слова пророка Мухаммада, мир ему и благоденствие, которые означают, когда жители рая войдут в рай, будет им сказано, «Желаете ли вы большего?» Они ответят, «Разве не даровано нам жить в раю и спастись от ада?» После чего будет снята преграда, и они увидят Господа, который не похож ни на кого и ни на что. Это будет наивысшим наслаждением, больше которого они не смогли бы пожелать. Когда в душе твоя тоска, не в силах ты ее унять, ты взор к Аллаху, обрати, и сможешь ты ее изгнать. Когда в душе твой восторг, не можешь ты его объять, дуа к Аллаху вознеси, и сможешь ты его принять. Когда супротив стал весь мир, вокруг тебя одни враги, к его защите прибеги, и против них ты не один. Когда с друзьями ты едим, готовых рядом встать всегда, в молитвах вновь его проси, ты дружбу эту укрепить. Когда беда приходит в дом, не знаешь, как ты поступить, пред ним ты голову склони, начни о милости просить. Когда ворвется радость в дом, что благо в жизнь твою несет, добра его не забывай, лишь от него она идет. Когда нужда берет за горло, не знаешь, чем детей кормить, лишь у него молит и благо, не стоит у людей просить. Когда достатком дом забит, не знаешь, что еще купить, ты взор на бедных и брати, и он тебя вознаградит. Когда здоровьем полон ты, не знаешь сил, куда девать, дуа смиренно вознеси, его ты должен восхвалять. Покуда дышишь в мире этом, всегда Аллаха восхваляй. Пока живешь ты в мире этом, пусть слышит Он. Хвала тебе! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok